Мухтар Аблязов, лидер оппозиционного движения ДВК «Демографический выбор Казахстана». Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, какой вы новый мировой порядок чувствуете или предчувствуете? Расскажите нам. Ну, новый мировой порядок только в голове у Путина. Реально, этот новый порядок он называет неким русским миром. И понятно, что это не мировой порядок, это, по сути дела, реализация механизма существования авторитарной системы. А авторитарная система – это режим подавления. Вот он возомнил себя вторым Петровым I, как вот недавно он заявил, что войны могут и по 20 лет длиться, и что Россия возвращает свои, как он говорит, не завоевывает, возвращает свои исконные территории. Вот, собственно, это его понимание нового порядка, ну и тех последователей, которые российская пропаганда оболванивает. И вот, собственно, поэтому новый порядок я еще раз хочу сказать только в голове у Путина. Украина так получилась, что на переднем крае, и сейчас вот сегодня я слушал заявление тех русских, которые приехали воевать в Украину за новую Россию, они правильно говорят, что это сейчас идет борьба между системами. Можно в бытовом смысле говорить «добро и зло», что правда, а сейчас это идет борьба нового, относительно нового, это новая цивилизация, носителем которой являются ведущие европейские страны мира и Америка, и старого, того затхлого режима авторитарного, который под видом так называемых развивающих стран присутствует и на постсоветском пространстве, и в азиатских странах, и в Африке. Вот, собственно, сейчас как раз, мне кажется, это точка перелома. Эта война приведет к тому, что будут падать диктаторские режимы, и вот даже тот факт, что эта война приводит к экономическим трудностям, в первую очередь, именно в этих так называемых третьих странах, именно там идут беспорядки, и они будут падать. Я считаю, что вот именно этот тренд, тот самый старый новый мир Путина, он будет валиться, в том числе и в России. Господин Абляза, вы сказали, что ново-самопровозглашенный Петр Первый версия 2.0, то есть Путин, собирает как бы какие-то земли. И сразу у вас спрошу, Северный Казахстан, он под угрозой собирания этим новым Петром, или угроза уже прошла? Путин не собирает какие-то отдельные локальные участки, он собирает страны. Ему не интересна так называемая часть Казахстана, называемая Северная территория, а на самом деле он хочет создать прообраз Советского Союза. И поэтому его не интересует отдельно Донбасс, его интересует вся Украина, его интересует весь Казахстан, его интересует вся Центральная Азия. И поэтому пока существует этот режим, угроза она абсолютно реальная, и вот эта Украина на себе это испытывает. А я почему у вас это спросил? Раньше, скажем так, 114 дней назад, до вторжения, часто на федеральных каналах после Украины вспоминали в политике, особенно единороссы, ну эти упоротые такие собиратели земель, они вспоминали эти северные территории. А сейчас этих голосов не слышно, поэтому я вас спрашиваю, поменялось ли у Кремля, ну, геополитические аппетиты, и поменялась власть в Казахстане, значит ли поменялась политика, и поэтому дали команду молчать, а Казахстане ни слова. Ну, на самом деле не поменялось, и риторика осталась прежней. Может быть, вы не очень внимательно отслеживаете в связи с тем, что сейчас Украина действительно главный приоритет всех информационных изданий. На самом деле выпады существуют, они существуют не для того, чтобы подправить непокорную страну. Нет, в этом смысле Казахстан занимает прежнюю позицию, когда я говорю Казахстан, я имею в виду высшего руководства страны. Они лежат под Путиным, так же, как и Лукашенко. И в этом смысле ничего не поменялось, но в промежутке иногда очень полезно, что называется, пьнуть свою собаку. И это делают депутаты по приказу, понятно, из администрации Путина. Никто из них не является самостоятельными фигурами, и они просто являются рупорами. Рупорами Путина они так запугивают и напоминают, кто есть в доме хозяин. Недавно муж Маргариты Симонян, который в Казахстане мало кто знает, ну вот... Но он же персонал Града, насколько я знаю, да? Ну он стал. Это специальная операция, чтобы вы понимали, сейчас... Ну я думаю, что украинское руководство все на самом деле в реальности хорошо понимает. Но вот я пользуюсь этой ситуацией, хотел бы четче показать, как это может повлиять негативно на, собственно, такое восприятие Казахстана, обманчивая, поддерживая того, что озвучивает Кремль. Так вот, Кремль разыгрывает следующую ситуацию, что якобы Казахстан, ну где-то он вроде союзник, ну и вот по Украине он такой немного строптивый, ну не поддерживает, даже митинги в поддержку Украины разрешает провести, это ложь. Казахстан Путин использует как заднюю дверь, как страну, так тыл, через которую можно было импортировать товары. Западного... Вы знаете, сейчас Россия упал вот буквально на короткий... за короткий период на 50 миллиардов долларов упал импорт, по причине того, что стало сложнее закупать. Поэтому в этом смысле Казахстан оказывает услуги по серому импорту, по финансовым услугам. Россияне приезжает, тотально массово прилетает в Казахстан, открывает карточки и начинает пользоваться. Казахстан уже купил Альфа-банк российский, который попал под санкции. Сейчас государственная национальная компания проводит работу, уже публично об этом объявлено, попытка купить Сбербанк Казахстан, который существует как дочерней организации в нашей стране. И поэтому здесь ни у кого не должно быть иллюзии. Высший руководство Казахстана, политический курс полностью поддерживает Путина. Все эти телодвижения, заявления, это попытка уйти от авторичных санкций, которые на самом деле, если западный мир не будет применять, то эти санкции будут работать плохо. Они сейчас работают очень плохо, потому что вот такие страны, как Казахстан, помогают Путину избегать санкций. И поэтому, знаете, когда вот такого рода заявления делаются, это делается специально. Вот Кисаян как бы наехал на Казахстан, что вот вы что там Украину поддерживаете. Ну, это сделано было специально. Растиражили российские СМИ у нас в Казахстане. У нас мертвые депутаты. Это просто собачки режима. Тут они вдруг взбодрились, начали урожающие фразы говорить. Министерство иностранных дел объявило Кизаяна нежелательным для приезда в Казахстан. Это розыгрыш, ФСБшный розыгрыш. Поэтому здесь должна быть иллюзия. Обманываться не должна Украина. Хорошо. Если вы говорите, что это такая многоходовочка, такая телевизионная игра в Стараптивово, тогда вот просто два момента объясните нам. Такаев говорил о том, что да, да, мы будем поддерживать, но санкции это святое. Вот это первый момент. Сейчас мы вам еще один-второй покажем. Он касается именно так называемой миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане. И вот что было сказано. Что касается ОДКБ, я выступал в Москве, говорил о том, что впервые за 30 лет ОДКБ, ну, каким-то образом проявило себя, направив ограниченный контингент Казахстан. Причем подчеркиваю, не Россия, а организация договора о коллективной безопасности. В России некоторые лица перевирают всю эту ситуацию, утверждают, что вот Россия спасла Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно служить и кланяться в ноги России. Я считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, можно сказать, далекие от реальности. А вот второй момент. Не должны мы России кланяться в ноги. Вот этих два пассажа от Такаева, это что, тоже часть какой-то пропагандистской игры? Или это новая позиция? Это четкая пропагандистская игра, и вы прекрасно знаете, как российские средства массовой информации работают. Они все под контролем единого центра. Вот, представляете, приезжает в Казахстан, берет интервью России 24, такой одиозный канал, пропагандистский, и демонстрирует его по России. Вот представьте себе, вы можете себе представить, чтобы пришли у Зеленского, взяли интервью, он, значит, начал бы, что называется, называть реальность, какая на самом деле есть, и что это не спецоперация война, и чтобы это все показали. Это не будет показывать. Это, смотрите, то есть это специально, как раз это и показывает, что российский канал специально приехал, чтобы вот таким образом показать Токаева. Токаев, вообще, его имя, отчество, чтобы вы знали, его зовут Хасанжимар Кемелевич, фамилия его Токаев, да? Так вот, Путин за три года, пока был президентом Токаев, он его называет Кемель Жемелевичем, Токаевичем отчество путает. И вот это показатель, что это номинальный президент был длительное время, и он сейчас номинальный президент. И поэтому, чтобы этот номинал так вот бодро что-то покатил в сторону России, ну, вы должны понимать, это просто написанный сценарий. Это первое. Ну, второе, вы слушаетесь, вы же помните или знаете тоже хорошо, прекрасно, как Лавров говорит, мы не нападали на Украину. Это просто спецоперации против Запада, как вот вчера опять заявил, да? Который вот затягивал, провоцировал Украину, затягивал НАТО, угрожал, а мы делали много лет предупреждения. То есть это не война, оказывается. И вы знаете, что за то, что спецоперацию называют войну, людей сажают в тюрьму в России. И вот представьте себе, что вот приблизительно такая же риторика лживая у Токаева. Он говорит, вообще-то Казахстану в январе удержать власть нынешним режимом помогал ни Путин, ни Россия. Мы не должны кланяться. Вот представьте себе, чтобы вот такой вассал, так сказал, да? И помогла некая организация ОДКБ. А что такое ОДКБ? Можно просто поднять данные, в январе сколько солдат, войск, кто послал. Кыргызы послали 100 человек, армяне 70. Ну, белорусы, может быть, две роты. Более 100 самолетов привезли российские войска и технику, и воинские подразделения. ОДКБ – это Россия. И когда Токаев говорит, нет, нам не Россия помогала, мы должны ОДКБ, да, но они впервые за 30 лет, это ложь такая же, как у Лаврова, который говорит, мы не воевали, мы не воеваем. Это просто спецоперация. Понимаете? Понятно. Это риторика стандартная, чтобы вести людей в заблуждение. И такой вот герой, да, он при виде Путина просто ползает. Не то, что я же с ним в одном провиссе работал, не просто так говорю. Я такая лично очень хорошо знаю. Это роль, чтобы вести заблуждение. Мир, что вы знали, 25 июня в Астане эта власть дала разрешение провести митинг в поддержку Украины. Огромное количество активистов Казахстана гражданских подают заявки на митинги, им запрещают, более того, их сразу арестовывают. Ни один митинг за это время, который само общество пыталось организовать, не был проведен, всех репрессировали. А один митинг 6 марта был в Алма-Ате, это организовал сам, сама мэрия Алма-Аты. Они подогнали студентов. 25 июня они это тоже делают в Астане. Заявки подают в других городах, людей арестовывают, чтобы вы знали реальную картину. Понимаете? Это постановка, чтобы статать оборот. Да, я как раз хотел расспросить, поэтому митинги в поддержку Украины это как способ выявления нелояльных к России и, вы говорите, потом их репрессируют. А репрессируют как? Их задерживают, дают какие-то сроки. Как выглядят эти репрессии? Нет, нет, я здесь немного другого. Митинг в поддержку Украины организовывает сама власть. Именно та часть, которая разрешена. Для чего? Для того, чтобы продемонстрировать Западу. Вы знаете, мы просто тут рядом с Россией мы вынуждены. На самом деле, наши позиции, мы поддерживаем Украину. Вот что они хотят сделать, чтобы не было вторичных санкций, чтобы за то, что идет реальная помощь России, за это не наказывали вторичными санкциями. И чтобы это сгладить, показать лояльность западному сообществу, они организовывают такого рода митинги, управляемые. А те люди, которые реально хотят провести митинги, их не то чтобы выявляют, они сами проявляются. Их власть как минимум на 25 суток сажает в тюрьму, штрафует, арестовывает, осуждает. Вот что с ними делает власть. Понятно. А как глубоко и как широко зашла телевизионная военная пропаганда российская, скажем так, какие щупальца русского мира в Казахстане? Это все федеральные каналы есть? Все тоже показывает всех Скобеевых и Соловьевых? Или как это выглядит в телевизоре в Казахстане? В телевизоре выглядит как в России. Все российские средства масс-информации свободно транслируются в Казахстане. Абсолютно все. и работают так называемые вот ОРТ, помните, первый канал у нас Евразия называется. Абсолютно все СМИ, газеты, телевидение свободно транслируются. И у нас немало людей оболваненных этой пропагандой. Но здесь единственное, в чем разница от россиян. Россияне вообще, что называется, в информационном пузыре в Казахстане в связи с тем, что регулярно транслировались угрозы рупора Путина в лице Жириновского. Он же говорил так же, как по Украине, что не существовало такого государства, как Казахстан. Северная территория вообще наша. Они где-то кочевали там по Средней Азии. Ну и все. То есть, эта риторика в адрес Украины, она была идентичная. И, собственно, это привело к тому, что основная часть населения, казахов преимущественно, они очень негативно относятся к Путину, потому что он постигал на независимость нашей страны. И, хотя информационные средства России активно присутствуют, это не значит, что тотально все оболванены, как россияне. Нет. Но процент есть, ну, мне очень сложно сказать, какой процент. Я думаю, процентов 20 есть точно оболваненных так же, как россиян в нашей стране. Хорошо. А вот альтернативные варианты, скажем так, телеграм-каналы, ютуб, интернет же в Казахстане полноценно работает, то есть каждый в Казахстане может увидеть не только телевизионную пропаганду, но и реальные кадры с войны. Или есть какие-то ограничения в стиле Роскомнадзора, который просто все блокирует в России? В Казахстане все открыто? Нет, у нас все открыто, но другой вопрос, видите, пользователей телеграм-казахстана не очень много, формально, я думаю, что несколько миллионов, у нас население где-то 19, больше 19 миллионов, но в телеграм-канале присутствует формально где-то около 3 миллионов, наверное, грубо, но в реальности, а мы работаем как политическая организация именно в телеграм, я могу сказать, что именно как мессенджер телеграм-каналы не сильно популярен, смотрит в основном ютуб, инстаграм, наверное, более, скажем, более широкий для просмотров, поэтому, конечно, информация не закрытая, то есть люди, которые в состоянии немного думать, они могут смотреть, но ящик все-таки он имеет большую зону влияния, больше просмотров именно на телевизионных каналах, вот, к сожалению, вот так вот. Понятно, вы вспомнили, что вы работали в одном правительстве, можете нам рассказать больше о Такаеве, как лидере политическом стране, потому что вы сразу после событий, когда восстание было задавлено, пошла информация, что вроде бы как Такаев как-то там связан со спецслужбами, с ФСБ, но это мы не верифицируем, мы просто прочитали, мало ли что написали, может это фейк, вот, что вам известно, можете поделиться с зрителями нашего канала? Знаете, я с Такаем работал в одном правительстве, он был министром иностранных дел, я был министром энергетики, индустрии и торговли, был какой-то период, у нас даже дружеские были отношения, и мы разорвали с ним отношения на предмет именно восприятие нашей страны как независимая или она зависимая, он себя вел так, как будто он министр Российской Федерации, а не министр Казахстана, все время, что называется, когда я продавливал вопросы по экспорту, по транзиту, по тарифам, он все время ходил рядом и, скажем так, ныл, говорил, ну ты вообще сильную риторику применяешь, вот, у нас тысячелетняя дружба, мы встречались, в то время был премьер Степашин, ну, со всеми, со всей политической верхушкой, везде он просто, как мантру, все время произносит одни и те же слова о тысячелетней дружбе между Россией и Казахстаном, это человек неспособный принимать решения, он зависимый, ну и потом мы же в геополитическом смысле не были какой-то там державой, которая влияла на мировую политику, фактически это Министерство иностранных дел, все его посольства, технические органы для организации торговли, представительства, каких-то просто контактов, то есть это, скажем, такое не очень, я считаю, что важный, влиятельный орган, вот, и я вам так скажу, да, этот человек всю свою жизнь выпускал книги, где восхвалял Назарбаева, и это раб, и он закончил Институт международных отношений в советское время, вы знаете, что в то время учились там дети, скажем, советской партийной номенклатуры, и все они работали потом в посольствах, все эти посольства Советского Союза, можете прямо считать по факту и можете узнать у специалистов, они все фактически можно считать агентами КГБ, вот, и он работал там советником посольства в Китае от Советского Союза, и у него все осталось, знаете, такой восхищенный образ такой Советского Союза, своя причастность к этому государству, как я его поддерживаю, Бзержинского и так другие называют империи зла, и у него кумир Сталин, это о многом говорит, если Сталин в Казахстане организовал репрессии, более половины казахов, это минимум, погибло в результате голодомора репрессии, если для такого человека Сталин постоянно цитируемый, любимый, хотя он сейчас в последнее время начал отрицать, говорит, ну, типа, нет, он не кумир, просто я его цитирую, немало есть его слов в интернете, когда он восхвалял Сталина, и вот это о многом говорит, вы понимаете, да, человек, если для него кумиром является Сталин, что он из себя представляет, что он в моральном любом другом, этот человек сейчас так же врет, как Путин, который накануне нападения в Украину говорил, да мы не будем нападать, нам это не нужно, и он так открыто это делает, открыто врет, что просто поражаешься, Назарбаев, понятно, врал, он обещал и не делал, но этот просто как вот Лавров, как Путин, врет в лицо, и поэтому его говорить как какой-то лидер, это не приходится, это просто партия, он во главе государства, вот Такаев, сталинист, совок и выпускник советского вуза, где всегда чекисты сидели, хорошо, это вводные, но насколько политикум разделяет такие вещи, я имею ввиду, есть ли у вас открытые парароссийские партии сейчас, которые как бы отдельно, но шагают в ногу с Такаевым, или такого нет? Знаете, я хотел бы откомментировать слово пророссийские партии, это не очень корректно, это вот и в Украине, нам нужно запретить пророссийские партии, все очень просто, есть законодательство, есть партийная платформа, есть в этой платформе, скажем, пункт, наверное, международных отношений, и уже избиратель определяет приоритеты, куда, скажем, ориентированную партию и ее сторонники, в этом смысле я не понимаю, что значит пророссийская партия, я могу сказать только что о политической линии, но я не знаю в Украине, чтобы какая-то партия, мы поддерживаем Россию, поддерживаем Путина лично, я такого не знаю, таких было штук с 10, где-то 10-15, оприняли, но они публично никогда не говорили, что давайте объеднимся с Россией, у них приторика была, что нужно договариваться, не воевать, еще что-то, но я это не считаю, что пророссийские и так далее, в Казахстане все партии, в отличие от Украины, при том, в Украине это было и при Ющенко, и при Януковиче, и ранее, все равно это была партийная борьба, в Казахстане никогда не было партийной борьбы, это партии-номиналы, искусственно созданные Назарбаевым, носили разные названия, но все они дергались за ниточки из одного кабинета, из кабинета Назарбаева, сейчас три партии в парламенте, они все Назарбаевские партии, ну просто все бегом перебежали к Токаеву, суть от этого не поменялась, это отдел администрации президента, партий в стране нет, независимые партии не регистрируются, любые попытки, вот как мы пытались создать легитимную организацию, нас объявили экстремистской демократическое движение, демократический выбор Казахстана, была еще одна организация, тоже, ее обвинили в связях со мной и с нашей организацией, тоже объявили экстремистской, поэтому в Казахстане нет пророссийских партий, есть пророссийское руководство, оно буквально пророссийское, пропутинское, и все. Господин Аблязов, спасибо за ликбез для наших зрителей, Мухтар Аблязов, лидер оппозиционного движения, демократический выбор Казахстана, да, и мы хотим вам пожелать новых встреч у нас на канале, и страшного экстремиста перейти в реальную политическую альтернативу для своих граждан и своей страны. Спасибо вам. Спасибо. До свидания.